Все пойдет хорошо, мы сегодня, может быть, даже закончим немножко пораньше. Большая редкость, да? В качестве компенсации за предыдущие разы, когда мы немножечко перебарщивали с регламентом. Значит, сегодня мы с вами поговорим вот там, как можно модель метода ревантов и фикторов, которую мы в прошлый раз изучили, применить для задачи классификации. То есть в прошлый раз мы с вами модифицировали обычную линейную регрессию, в этот раз будем модифицировать логистическую регрессию. В принципе, ничего сложного. Значит, ничего сложного. Одна маленькая сложность есть, но в остальном во многом будет все похоже на предыдущую лекцию, поэтому можно воспринимать это как такое сообразное повторение закрепления пройденного материала. Плюс к этому мы с вами потренируемся в выводе субсовариационных нижних оценок. Итак, пусть у нас х живет в демерном признаковом пространстве, там же живет W, веса логистической регрессии. Одна принимает какие значения? Минус 11. Ну, минус 11. Можно и 0,1 закодировать, но нам будет проще такую нотацию использовать. Соответственно, вводим дискриминативную модель, байсовскую, как произведение функции правдоподобия на априорное распределение. Как у нас выглядят функции правдоподобия? Ну, в логистической регрессии как выглядит правдоподобие? То есть нам нужна вероятность на распределение на метки класса, где этих двен, при условии, что мы знаем признаки и знаем веса логистической регрессии. Вернули. С какой вероятностью успеха? Почему может? Ну, у вас же это было в базовом курсе. Вы же логистическую регрессию проходили? Ну, логистическая регрессия обучается методом максимального правдоподобия. То есть для того, чтобы обучать, надо, как минимум, определить, что такое правдоподобие. Логистическая функция, ну или сегмоидная функция. Все помнят эту формулу? Ну, и априорное распределение зададим нормальное, с нулевым отожиданием. Коррекционная матрица А в минус первой, где обычно в качестве матрицы А используют скалярную матрицу. Но мы теперь понимаем, что мы можем модель обобщить до диагональной матрицы. И поставить индивидуальный коэффициент регуляризации для каждого веса. Как только мы так делаем, мы получаем метод релевантов векторов для задачи классификации. Значит, коэффициенты альфа являются гиперпараметрами. Они существенно будут определять вид решающей поверхности. Ну, и зачем мы вводим индивидуальный коэффициент регуляризации? Для того, чтобы, опять же, попробовать решить задачу отбора признаков. То есть, если мы будем альфа настраивать максимизированную обоснованность, то мы ожидаем, что у нас большая часть альфа уйдет в плюс бесконечность. Соответствующие веса и соответствующие признаки из модели исключатся. Этим саунд отберутся только информативные признаки, все остальные окажутся незасмотрения исключены. Это наше ожидание. Но давайте, прежде чем мы начнем тут что-то с обоснованностями делать, вспомним, как вообще мы обучаем обычную нерегуляризованную логистическую регрессию. То есть, допустим, вот никаких априорных испределений нету. Пусть у нас есть обучающая выборка. И мы хотим найти оценку максимального правоподобия. Что мы можем сказать про эту задачу? Существуют решения в явном виде? Не существуют. Если не существуют, какие методы? Можно попробовать найти вообще какие у нас особенности есть у этой задачи оптимизации. Так, минимум или максимум? Ну, наверное, максимум. Мы максимум протоподобие ищем. Нас минимум и не интересует. А почему один? Выпуклая задача. Максимум. Не один. Ну, скорее, вогнутая, а в пуклая. Вогнутая. Ну, в пуклая. Ну, можно говорить и в пуклая, конечно. Но лучше использовать термины несколько более математические. Давайте посмотрим. Значит, это правдоподобие обучающей уборки. Есть произведение правдоподобия отдельных объектов. То же самое, что сумма логарифмов правдоподобия отдельных объектов. Ну, и подставляем... Получаем арг максимум по W минус сумма по объектам логарифмов единица плюс экспонента минус T и T, W транспонированная X и T. Что можно сказать вот про эту функцию? Ну, хорошо. Значит, кто знает, как ведет себя функция... Вот такая вот. Как эта функция ведется как функция от X? При больших X получаем маленькое X под минус X и получаем это приблизительно X под минус X. Ну, с минусом начале еще. Ничего не понял. Ну, ладно. Нет, вы скажите, мы озвучите. Ну, минус в начале, я не знаю, мы можем пока что выбросить из рассмотрения. Либо его внести и там попреобразовать. Что вы выбираете? Да что вы выбираете? Мне все равно. Оставляем пока что. Давайте оставим. При больших X получаем маленькое... Экспоненты от минус X. Значит, при больших X, когда X стремится к плюс бесконечности, куда у нас будет стремиться эта функция? Экспоненты от минус X будут к нулю. Эта функция куда будет стремиться? К минусу бесконечности. К нулю сверху или снизу? Снизу и за минус. Так, если X к минус бесконечности стремится, куда будет стремиться эта функция? К минус бесконечности стремится. А симптотик какая? Как X. Значит, вот так вот у нас функция выглядит. То есть, здесь она ведет себя как X, здесь она к нулю снизу стремится. Но вы же это проходили? Было что-то такое, но давно, да? Это же как бы ваш базовый курс, то, что у вас будет в жизни кормить. Ну, наряду с глубинным обучением. Но надо знать. Значит, что можно про такую функцию сказать? Какая она? Вогнутая. Значит, здесь у нас сумма вогнутых функций. Сумма вогнутых функций какая? Значит, у нас вот эта вот очень простая задача оптимизации. Мы не можем найти в явном виде оценку максимума правоподобия. Но у нас очень простая задача оптимизации. Максимизация вогнутой функции. Ну, или то же самое, минимизация выпуклой функции. И каким же методом мы будем искать оценку максимума правоподобия? Угодиентный спуск. Угодиентный спуск. Потому что нам всегда нужно будет в одну и ту же сторону. Ходить. Это вообще Е-малгоритм. Е-малгоритм. Хотелось бы. Сумма алгоритм против формы. Так. Еще версии есть? Пока все неправильно. Ну, кроме градиентного спуска, можно еще стахастику давать. Это заоблинилось все. А что-нибудь еще знаем? У нас вогнутая функция. Не надо вогнутой функции оптимизировать градиентный спуск. Ужас какой. А численные методы у вас были? Численные методы. Ну, вы же там должны были учить, какие методы есть для оптимизации выпуклых функций. Ну, или вогнутых функций. Делали практику. У нас метод Ньютона. Ну, правильно. Метод Ньютона. Метод Ньютона гораздо более эффективный. Не надо выпуклую функцию минимизировать или максимизировать вогнутую функцию градиентным спуском. То есть, единственное, когда это надо, когда у нас очень большие размерности. У нас стоимость обращения градиента, у нас слишком большие вычислительные расходы. Если у нас размерности не очень большие, надо использовать Ньютоновские методы. Потому что они сходятся вам на раз-два-три для, еще раз, задачи выпуклой оптимизации. То есть, когда у нас максимизация вогнутой функции или минимизация выпуклой функции. Градиентные методы мы используем в других ситуациях. Ну и конкретно, для обучения логистической регрессии, та вариация метода Ньютона, которая используется, называется IRLS. То есть, метод наименьших квадратов с атерационно пересчитываемыми весами. Соответственно, формула итерационная вот такая. WNU равно X транспонированное RX плюс А. Ну, значит, я тут уже... Ну, давайте, ладно, пока без А. Значит, минус первый. X транспонированное. RZ, где Z есть X на W OLD плюс R минус первый на матрицу из метод-классов диагональную на вектор S. Соответственно, S итер, это у нас значение нашей логистической функции. А матрица R диагональная матрица, где на диагонали стоят соответствующие... По призванию соответствующих S на единице минус S. Такие формулы вспоминаете? Ну, в общем, применение обычного метода Ньютона. Просто записывается обычно вот в таком виде. Так проще всего имплементировать. То есть, если тут попреобразовывать, вы получите, собственно, гисян на... Обратный гисян на градиент. Соответственно, если у нас... Мы ищем оценку не максимум родоподобия, а максимум апостериорной плотности, то есть WMP, как максимум произведения родоподобия обращающей выборки на априорное распределение, тогда у нас здесь единственное, что изменится, появится еще матрица A. X транспонированное на X плюс A. То есть, вот это вот, собственно, самый базовый, самый популярный алгоритм для обучения логистической регрессии. Ну, в предположении, что D у нас немного больше единицы. То есть, стоимость обращения вот этой матрицы у нас приемлемая. Если размерность признаков очень большая, да, там приходится переходить к градиентным методам. Хорошо. Значит, прелесть такого подхода в чем? Значит, мы применяем ньютоновский метод, у нас метод сходится очень быстро. То есть, нам нужно для направления часто меньше 10 итераций сделать, и все. Мы практически мгновенно сходимся. Прелести выпуклой оптимизации. Ну, а теперь, собственно, возникает вопрос. Ну, хорошо. Значит, это у нас логистическая регрессия, оценка максимального родоподобия получили, формула для пересчета, оценка максимума быстрерного распределения, то есть BIS для бедных тоже получили. А теперь хотим, ну, собственно, попробовать найти матрицу А оптимальную. Для этого нужно сделать что? А конкретнее? Максимум обоснованности. Максимум обоснованности, да. То есть, матрицу А мы ищем, ну, поскольку у нас BIS-овская модель, если мы боязяне, мы должны оптимизировать обоснованность. Ну, давайте, опять же, допишу матрицу А, чтобы было видно, что это выражение от А зависит. То есть, обоснованность нашей модели. Для этого мы в нашу вероятность модель подставляем то, что мы наблюдаем, X и T, и маргинализуем то, что мы не наблюдаем, W. Опять же, я здесь в априорном напишу при условии А, чтобы подчеркнуть, что у меня априорная зависит от выбора матрицы А. Сама матрица А, сами коэффициенты альфа, они в модель не входят, они в модель индексируют. То есть, разные значения альфа соответствуют разным вероятностным моделям. И мы пытаемся решать задачу выбора модели. То есть, из всего континума моделей мы хотим выбрать одну наиболее обоснованную. Значит, может возникнуть вопрос, а почему мы хотим выбрать одну, а вот там не устроить голосование не только по апостриорному распределению над вульвы, а еще и по разным моделям. Но это ответ очень простой. У нас вот те веса, с которыми мы должны модель усреднять, они очень контрастные. То есть, наиболее обоснованная модель, у нее вес, как правило, на порядке отличается от всех остальных. Поэтому бессмысленно по моделям усреднять. То есть, такое усреднение будет с точностью дуэнтового знака после запятой эквивалента применения процессорно обоснованной модели. Вот так получается на практике. То есть, если у нас апостриорное распределение, P, W при условии, X, T, какие-то вот такие формулы имеют, то есть, тут много значений W, на которых сопоставимые значения апостриорной плотности, то если мы попробуем то же самое сделать в пространстве моделей, у нас получится какая-то вот такая ситуация. Поэтому реально можно взять только одну наиболее обоснованную модель. Понятно, что в теории хорошо бы нам устроить голосование, но, во-первых, смысла большого нет, во-вторых, это приводит к резкому росту вычислительных сложностей. Поэтому, собственно, в Байсовском подходе, как правило, рассматривается поиск одной наиболее обоснованной модели. Ну хорошо, нам хотеть бы разобраться. Интеграл у нас берется аналитически. Тоже. Должен. Должен. Нам и клянусь. Или не возьмется? Вряд ли сегодня, сих пор, у нас там еще. Значит, смотрите. Этот интеграл, это то, что у нас, это знаменатель в теории Байес. Все помним? Да. Соответственно, этот интеграл берется аналитически тогда и только тогда, когда возможен аналитический Байесовский вывод. Это эквивалентная вещь. То есть, можно сказать, что мы можем считать аналитически апостриорное распределение, можно сказать, что мы можем аналитически считать обоснованность. То есть, одно с другим напрямую связано. Мы знаем, что аналитический Байесовский вывод возможен, когда у нас априорное распределение сопрягается с функцией правоподобия. Но осталось проверить, сопряжение есть или нет. Продоподобие сегмоида на нормальное распределение, это априорное нормальное распределение. Чего? То есть, у нас протоподобие сегмоида на нормальное распределение? Нет. У нас протоподобие сегмоида, вот это уже априорное. Вот же, два множителя. Вот это, это протоподобие, вот это априорное распределение. Кажется, что нет Ну, правильно, кажется А как-то аргументировать можете? Нормально же, нормально Ну, нормально, не только с нами Постригается вроде Нет, это Это не корректный аргумент Ну, я объясню, почему Например, я здесь мог поставить, допустим Е в себе минус x Ну, смотри, е в степени минус, там, что, w транспонирован на x То есть линейную функцию По w под экспонентой Если бы умножили априорно То есть квадратичную функцию под экспонент На линейную функцию под экспонент Осталась бы квадратичная функция под экспонент Сопряжение было бы То есть аргумент, что нормально Только с нормальным, нет Ну, много с чем мы можем сопрягаться Но не с логистической функцией Потому что здесь у нас Перевернутая парабола под экспонентой А здесь, кстати, черт-те что Мы это вообще не можем выразить Как какую-то функцию под экспонентой Ну, можем, конечно, от экспонента, от алгоритма Но, в общем, здесь точно Неквадратичная, нелинейная функция под экспонентой Что-то более функционально сложное Значит, если мы их перемножим У нас вот эти члены начинают возникать А в нормальном их не было Значит, сопряжения нету Нет сопряжения Увы, ах Аналитический байсовский вывод Невозможен Как следствие Интеграл аналитический не берется Вот мы с вами впервые, что называется, приплыли Столкнулись с задачей Где у нас Не получится применить байса для богатых И придется делать что-то Более сложное То есть как-то этот интеграл приближать Ну вот мы с вами рассмотрим два подхода Один Ну, скажем так, не совсем корректный Но работающий на практике Который все на практике используют А потом рассмотрим с вами более корректный подход Который на практике применяется существенно реже Но я в любом случае хочу по нему рассказать Потому что он Ну, определенную интуицию тоже дает Итак, наша задача Найти арг максимум Обоснованности Интеграл аналитический не берется Ну, давайте попробуем посмотреть А что же у нас из себя представляет Подинтегральная функция? Опять же, как в прошлый раз Давайте я ее обзову Квот W Потому что сейчас меня интересует Зависимость этой функции от W Как думаете? Как эта функция выглядит? С пространства W Значит, здесь у нас произведение двух функций Вторая функция Мы знаем, как выглядит Гаусяна С любым отожиданием И вот ковариционной матрицей А-1 А первая функция Собственно, правдоподобие Обучающей выборки Что мы знаем про эту функцию? Параболу предиспоненту Правдоподобие не парабола А-1 Какая? Можно сказать, что она вогнутая Вогнутая Но только непредоподобие вогнутая А что? Логарифт Значит, мы с вами знаем Что если мы возьмем От этой функции логарифм То есть получаем Минус логарифм 1 плюс E в степени Минус T W транспонировано X То вот эта функция Будет являться Вогнутой Вогнутой по своему аргументу Значит, вогнутой по W Такое свойство Еще называют по-английски Логарифмическая вогнутость То есть не сама функция вогнутая А после логарифмирования Она становится вогнутой Это ведь очень хорошо Потому что Мы знаем, что сумма вогнутых функций Функция вогнутая А после логарифмирования У нас как раз все суммируется А если бы мы логарифм не брали У нас тут стоит произведение Функции Если бы у нас Каждый множественный был бы Вогнутый От того, что мы возьмем их Возьмем их в произведение Не факт, что мы вогнутую функцию Получим Поэтому нам даже Как бы на руку То, что у нас Не сама функция Правдоподобие вогнутой То есть не это А ее алгоритм Вогнутый Значит Если мы этот факт установили Отсюда немедленно вытекает Что Сумма таких функций По объектам Обучающей вубрики Тоже будет являться Функция вогнутой Так Значит Функция Правдоподобия Обучающей вубрики Является Опять же Логарифмически вогнутой И как же у нас Себя Ведут Алгоритмически Вогнутые функции То есть Представили себе Вогнутую функцию Мысленно А теперь От нее экспоненты взяли Вогнутой Нет Вогнутой не будет Это не линейная операция Но У нее будет Характерный вид Сначала растет Быстрее Потом Медленно Хорошо Нет На самом деле Такое тоже может быть Хотя вы явно Подстраиваетесь Под то что вы знаете Я понимаю Значит Вот допустим У нас Вот такая вот Вогнутая функция Как будет выглядеть Экспонент от нее Берем эту функцию И берем от нее экспонент Значит Во-первых Какие будут значения От нуля На плюс бесконечность Все Отрицательного Больше точно не будет После взять экспонент Ну и как сейчас будет Функция ввести Как это называется Колокольчик Колоколообразная функция Точка максимума Она где была Там останется Это все понимают Монотонное преобразование Что-то негде Это будет точка максимум И вот будет как-то Вот так вот функция Выглядеть Колоколообразная функция То есть если функция Логарифмически вогнута То вот за исключением Функции Которые Ну вот Вот так вот себя ведут Как-то Тогда колоколообразности Не будет Но если Вогнутой функции Оба хвоста Уходит минус бесконечность Тогда после Потенцирования То есть Экспоненты берем Мы получим Колоколообразную функцию Значит это я нарисовал Для одномерного пространства Ясно что многомерно Все то же самое Остается Итого Что мы имеем? У нас как раз Случай Когда не получается Купол Что у нас? У нас как раз Случай Когда купола Не получается Получается У нас не получается Пока одно Слагаемое здесь Но когда мы берем Н слагаемых То есть у нас Ну грубо говоря Мы суммируем Функцию такую С функцией Вот такой С функцией Которая вот так вот Ведет Вот так вот И так вот Ведет Если мы все просуммируем У нас получится Колоколообразная функция Ну во всяком случае Если у нас Количество объектов Не меньше Чем число признаков Если будет меньше Там могут быть Отдельные вырожденные Размерности Что тоже не страшно Посмотрите Что мы делаем дальше Что здесь у нас Функция Колоколообразная И мы ее Домножаем На гаусиану Которая тоже Функция Колоколообразная Как думаете Что получится В ответе? Что такое Колоколообразная функция А так вот Не просто Бимонеральная Какая-нибудь Вот Смотрите Как интересно То есть Вот мы взяли Допустим У нас Одна колоколообразная Функция была Вторая колоколообразная Функция Вот если мы их Перемножили Вверх А Они загвозят Ответ Нетривиальный То есть Вообще говоря Может что угодно Получиться Если мы Произвольные Колоколообразные Функции Но У нас функция Непроизвольная Мы знаем Что у нас Первая функция Логарифмически Вогнута Вторая функция Является Логарифмически Вогнутой Гаусяна Является Потому что после Логарифмирования Перевернутая Парабла Это Вогнутая Функция Произведение Двух Логарифмически Вогнутых Функций Значит Произведение Чему Соответствует Флокошкале Сумме То есть У нас Под экспоненты Будет сумма Двух Вогнутых Функций Сумма Двух Вогнутых Функций Функция Вогнутая Поэтому Аналогично Тому Как мы знаем Что у нас Вогнутость Замкнутая Операция Сложения То есть Сумма Вогнутых Является Вогнутой Это То же Самое Что сказать Что Логарифмически Вогнутой Замкнутая Операция Умножения Произведение Логарифмически Вогнутых Является Логарифмически Вогнутой Потому что Произведение Соответствует Сумме Двух Вогнутых Функций Под экспонент Итак Две функции Обе Логарифмически Вогнутых Их произведение Будет Какой вид иметь 40 граммов будет 2 То есть тут Надо было с этого начать Тут обычно Мнения расходятся Кто-то говорит, что 1 будет горб Кто-то говорит, что будет 2 горба Есть люди, кто-то говорит, что будет 3 горба Здесь, здесь и где-то посерединке Но если мы теперь знаем, что у нас обе функции алгоритмически вогнутые. Значит, произведение будет алгоритмически вогнутой. Может быть, у алгоритмической вогнутой функции два горба? Нет. Потому что если у нас функция вот такая, но возьмите от нее алгоритм мысленно, что вы получите? Вы получите какую-то вот такую функцию. Но это точно не вогнутая функция. То есть у нее будет два максимума. Потому что максимум до логарифмирования совпадает с максимумом после логарифмирования. У вогнутой функции двух максимумов быть не может. По определению. Значит, произведение двух алгоритмически вогнутых функций будет алгоритмически вогнутой, будет один горб. Значит, функция будет колоколообразной. Вот теперь мы это знаем точно. То есть, если пока у нас было только правдоподобие, тут, как Кирилл справедливо заметил, могла быть ситуация такая, что у нас там не везде колоколообразность, каким-то размерностям колокольчьтости не будет. То уж теперь мы домножили на функцию, которая гарантирована строго логарифмически вогнута. Теперь у меня здесь будет точно колоколообразность. Итак. Вот у нас W пространство. Откладываем код W. И у нас какая-то вот такая функция колоколообразная. мне нужно от этой функции посчитать интеграл. То есть, площадь вот этой кривой. А от каких колоколообразных функций мы умеем считать интеграла? Нормальное распределение. Так. И вот этот колоколообраз вообще выглядит похоже. Ненормальное, конечно, но похоже. Возникает идея. А давайте мы попробуем эту функцию приблизить гауся. Приблизить и потом уже посчитать интеграл от гаусяновской, что приближенная на обоснованность равна интеграла от гаусяна, которая приближает. Разумно? Разумно. Траплос. Как? Как бы нам приблизить функцию, которую мы знаем, что она колоколообразная, как бы нам поточнее приблизить гаусян? Смесь гаусян. Смесь гаусян. Не, ну можно, на самом деле, конечно, смесь гаусян. Непонятно. Ну как? Давайте мы с одной попробуем разобраться. Каким-нибудь есть плодотворная дебютная идея? Наверное, за мотожидание взять эту Аль-Максиму и дальше уже еще не будет. За мотожидание есть мода. Ну, а Аль-Максиму это и есть мода. Мы так делали уже, кажется. Ну, мы так на прошлой лекции делали, но там у нас не было цели приблизить. Мы знали, что интеграл считается, мы просто пытались преобразовать так, чтобы как можно проще было посчитать. Попробуй минимизировать какую-то документику с нормальным распределением с неизвестным параметром. Ну, в общем, сейчас мы с вами изучим прием очень простой, который придумал первый Семен Лаплас в 18 веке. То есть очень давно. Еще, как бы, костно-слеживший, за это там ничего особо угнуло-то нет. Но который в теории вероятности социально применяется. Довольно часто, когда возникает задача, а такая задача возникает часто, когда у нас есть распределение, похожее на нормальное по плотности, ну, колоколообразное, и вот мы хотим просто нормально приблизить. Много разных подходов существует, но вот исторически первый, самый простой и самый вычислительно эффективный заключается в следующем. Что такое Гаусяна? Перевернутая парабола под экспонент. Так? Давайте мы от этой функции возьмем логарифм и дальше попробуем логарифм q от x приблизить параболу. Как мы функции приближаем многочленами? Какие у нас есть методы? Метод Лагранжа. Многочлен. Интерфейс Ван. Метод Лагранжа есть. Да, что-нибудь попроще. Самое простое. Разложение Теллора. То есть, если мы логарифм q от w сейчас разложим в ряд Теллора до второго члена включительно мы получим собственно приближение параболы. Потом от этой параболы возьмем экспоненту и получим вот ненормированный Гаусян который уже интегрируется в явном виде. Что нам дает разложение Теллора с точки зрения аппроксимации функции? Это какая аппроксимация? Нет, ну это зависит от количества членов разложения. Сколько год на точка. Локальная. Она, самое главное, она локальная. Ну, сколько угодно точно она, если бесконечное число взять. Если мы берем какое-то конечное число членов разложения, то у нас аппроксимация функции локальная. То есть, в окрестности точки она верная. Чем дальше мы отходим от точки разложения, тем она менее верной становится. почему я это говорю? Потому что сейчас нам нужно определить, в какой точке мы будем разложения брать. Вот, допустим, давайте вот здесь возьмем. Имеет смысл? Вот мы тут как-то приблизим. Вот у нас вот такая вот будет отличная гаусянка. Хорошая гаусянка. Почему? Нам неинтересно, что это проявлено. Да. То есть, мы для чего делаем приближение гаусяны? Чтобы дальше посчитать вот этот гаусянный интеграл и сказать, ну вот, это значение приближенное равно обоснованности. Приближенное равно интегралу откуда-то W. Приблизить можно, но очевидно, что плохое будет приближение. Как бы оно было получше сделать? Ну, то есть, почему взять мод? непонятно. Понятно, что, наверное, модул. Почему? Ну, потому что, если мы берем модул, то мы получаем здесь какое-то вот такое приближение гаусяны. Тут интеграл вот этой гаусяны гораздо ближе к интегралу вот код W. Согласны? Такое ощущение, что если мы вот так возьмем домашнее задание, объясняем. То есть, можно здесь сроку указать, что можно брать ту точку для максимальной точности аппроксимации? Хороший вопрос задавайте. Ответ нет, нельзя. Поэтому мы с вами сейчас не закончим лекцию. Сейчас мы выведем быстренько формулу для аппроксимации вопроса. А будем еще 40 минут мучиться, чтобы альтернативный метод получить, который более обоснован, но на практике почти никто не использует. Что называется, сами напросились. Итак, пока как-то такие неформальные соображения, что если мы хотим колоколообразную функцию приблизить к гаусяной, как правило, нас интересует поведение там, где значения функции большие. Особенно, если мы это делаем для того, чтобы дальше оценить интеграл от исходной функции. Нам не нужно этих хвостов хорошо приближать. Тут как бы интеграла практически нету. Они ничего не дают значения интеграла. Основой в класс значения интеграла вносят вот эту область. Нам нужно именно здесь как можно лучше функцию приблизить. Дальше обе функции уходят в ноль. Неважно, будет тут одна миллионная или одна миллиардная. В эгарифмической шкале это, конечно, две большие разницы, но с точки зрения интегрирования нам пофигу. Поэтому я говорю, что логарифм код W. Теперь я уже ставлю приближённое равно. Если на прошлой лекции у меня точно всё было, здесь же приближённое. Код WMP точка максимума. Первый член разложения чему равен? Самое значение функции точек. Нет, это нулевочная. Я уже записал. Первый производный. Так, чему она равна точке максимума? Нулевочная. А, нулевочная. Плюс одна вторая W минус WMP транспонированная на градиент Тьфу, на гисян, да. Логарифм код W на W минус WMP. Вот разложение. И мы знаем, что наш гисян от функции Q по W составляем минус матрицы Сигма. Сейчас, может быть, минус первый. Так, гисян, значит, да, минус первый. Это есть минус х транспонированная Rx плюс А. Ну, в общем, вот та формула, которая в методе Ньютона возникала, где был гисян минус первый. Значит, вот, собственно, наш гисян. Поскольку это логарифм Q от W, логарифм Q функция вогнутая, значит, ее гисян отрицательно определенный. Я поставил здесь знак минус. Значит, вот эта штука наоборот положительно определенная матрица. Так я вот могу записать это же выражение. Логарифм Q от WMP минус одна вторая W минус WMP транспонированная сигма минус первый W минус WMP. Все, свел к виду, который максимально мне облегчает процедуру дальнейшего интегрирования. Ставлю знак приближенно-равно. Ну и теперь это выражение, значит, беру назад от него экспонент. получаю Q от WMP на экспоненту минус одна вторая W минус WMP транспонированная сигма минус первый W минус WMP DW Максимум берется по W Да, что? Там Гисян в середине проектовщика в точке WMP, да? Да. И еще почему мы максимум берем по W и интегрировали по W потому что ладно да, согласен. Обратите внимание, что Гисян в точке WMP он зависит от точки WMP и зависимость находится в матрице R то есть X и A у меня от WMP не зависят а R зависит от конкретного значения W то есть у меня Гисян переменный в разных точках он разный ну что в общем разумно поскольку Гисян во всех точках одинаковый только у параболы здесь у нас функция более сложная хоть она и вогнутая но у нее Гисяны могут меняться важно, что они везде не отрицательно определены мы берем ее конкретно в точке WMP может быть тут даже имеет смысл поставить индекс WMP так все-таки чему равно приближение для обоснованности берем интеграл значит равно argmax по A QWMP умножить корень дистермината сигма корень дистермината сигма что еще 2P в степени D вуаля значит если мы теперь возьмем логарифм от этого выражения давайте я могу поставить знак argmax O A берем логарифм получаем сумму трех слагаемых третья просто константа можно ее отбросить и получаю что логарифм QWMP плюс 1 вторая логарифм определителя сигма теперь подставляю вспоминаю что QW у меня вот это выражение argmax по W логарифм правдоподобие обучающей выборки в точке WMP минус 1 вторая WMP A WMP так макс O A где у меня будет еще зависимость от матрицы A в нормировочной константе где это нормальное распределение плюс 1 вторая логарифм определителя матрицы A и плюс 1 вторая логарифм определителя матрицы сигма скобку закрыл значит здесь мы видим что у нас что зависит от матрицы A ну очевидно значит зависит квадратичная форма очевидно зависит этот вот определитель очевидно зависит матрица сигма матрица сигма вот она давайте я здесь напишу что матрица сигма есть X транспонированная R MP X плюс A минус 1 то есть это вот то что зависит от матрицы A но вообще-то вообще-то от матрицы A еще зависит WMP и давайте поступим так же как мы поступили на прошлой лекции мы скажем ну это можно заменить на вариационную нижнюю оценку то есть я могу сказать что у меня вот это выражение в квадратных скобках меньше либо равно чем логарифм правдоподобия в произвольной точке W минус 1 2 W транспонированная WM плюс 1 2 логарифм определителя матрицы A плюс 1 2 логарифм определителя матрицы Сигма то есть я расцепил зависимость WMP от матрицы A теперь у меня W стала свободным параметром и теперь я это выражение буду оптимизировать по W при фиксированных альфа и по альфа при фиксированных W формулу пересчета для W мы выводили собственно метод Ньютона формулу пересчета для альфа если мы здесь опять же по альфу а точнее по логарифму альфа как мы делали опять же на прошлой лекции продифференцируем мы получим вот эти вот формулы что альфа G Ньютон равно единица минус альфа G Олд на сигма G Олд поделить на W МП ну на W G Олд а соответственно W Ньютон равно просто W МП то есть относительно альфа формулы не изменились но понятно почему потому что у меня получилось очень похожее выражение на то что у меня было на прошлой лекции для регрессии я в сущности свою подинтегральную функцию приблизил гаусяной ну и все и дальше у меня получились те же самые то же самое представление что и в прошлый раз когда у меня честная была гаусяна под интеграл относительно W да здесь уже нету явных формул здесь мне придется итерировать у меня получается вложенный итерационный процесс то есть алгоритм выглядит как я фиксирую альфа какие-то начальные приближения ну допустим все альфа по единичке взял дальше нахожу точку W МП метод Ньютона нашел точку W МП пересчитал альфа как только пересчитал альфа мне нужно пересчитать W МП снова запускаю метод Ньютона нахожу новую WМП нашел в цикле пересчитал все альфа по этой формуле и заново то есть получается такой вложенный итерационный процесс внешний итерационный процесс пересчет по альфам внутренний итерационный процесс пересчет WМП но поскольку внутренний итерационный процесс работает довольно быстро то в целом весь метод работает тоже не слишком долго но если у нас не очень большие D и не астрономические N. Значит, вот этот талант нужно будет, опять же, на практике в рамках практического задания имплементировать, убедиться, что метод работает, большая часть альфа тоже начинает уходить в бесконечность. Да, здесь мы не точно максимизируем обоснованность, приближенно, но приближение достаточно хорошее. Поэтому получаем разумные ответы. Я не помню, будет ли у вас задание это в явном виде или нет, но даже если нет, можете это сами уже поиграться, ну, те, кто отличается от своего опытливого ОМ, и попробовать вот какими-то задачами классификации, на которых часть признаков информативные, а часть признаков просто не информативные, а вот случайные. Убедиться, что даже у случайных признаков в обычной логистической регрессии выставляются существенные неналевые веса. И вообще говоря, они даже по магнитуде могут оказаться выше, чем веса информативных признаков. Но, если вы запускаете такую процедуру, то не информативные признаки, у них α уходит плюс бесконечность, а у информативных признаков α в низкие значения принимают. То есть эти признаки информативные не регуляризуются, не информативные из модели, по сути, исключаются. Тем самым у нас происходит эффективное решение задачи отбора признаков. Можно было на этом лекцию закончить. Но, как справедливо было замечено, как-то у нас тут все с теоретическими гарантиями не очень хорошо. А можно предыдущие? Да. Всегда к вашим услугам. А можно было бы там немножко так полениться, и вместо полного итерационного процессора с процессором методом ньютона делать один шаг, два шага? Нет, нет. К сожалению, нельзя. Потому что мы существенно используем, что мы вот эту подинтегрированную функцию приближаем к точке максимума. Если мы здесь сделаем один шаг, то у нас будет развлажение вот в этой точке. Или вот в этой точке. Существует того, что у нас внешний атерационный процесс идет, раздоминься, не мы сейчас туда же? Должно. Вот экспериментируют домашки. Нет, ну это как бы универсальный ответ. Да, можно домашки поэксперимить. Но я пытаюсь как бы тут интуицию донести. То есть если мы вот здесь вот выполняем нечестное, то есть не доходим до точки максимума, мы эту точку используем в качестве точки разложения нашей подинтегрированной функции. Тогда мы будем максимизировать вот такие аппоксимации или вот такие аппоксимации по альфа. Но мы их будем как-то оптимизировать. То есть мы куда-то сойдемся. Но эта точка, вообще говоря, будет сильно неоптимальная по альфа. Сейчас, 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 по очереди. На первых итерациях не очень-то оптимальна. А на последующем. Вот просто обращать Гесян довольно, вроде бы, неприятная ситуация. Особенно от больших матриц. Непонятно, да? От больших матриц неприятная ситуация. Согласен. Есть модификации метода релеванта векторов, которые пытаются от этой проблемы уйти. То есть вот не работать с матрицами размера значит, Гесян ДНД. Мы не будем их с вами проходить, потому что мы с вами пройдем в курсе нейрбайса другую модификацию, которая сразу и для размера признаков, и для больших рядов работает. То есть мы с вами изучим, масштабируемую версию. Сейчас считаем, что у нас ДН не очень большая, ИН не астрономическая. То есть мы можем себе позволить решать задачу обращения матрицы. Там, где не можем, есть масштабируемая модификация. Значит, давайте дождемся весны. Если бы под тем, который тут бы висел, мы говорим, что мы хотим, допустим, просто параболой аппроксимировать, если честно, коэффициент энергии чтобы минимизировать от этих распределений. Там ведь явно, мы знаем, там ведь не какие-то нейронные сети, всякие сложные, от которых мы ничего не можем посчитать. Можно просто сказать, энергии, посчитать между нормальными, или что-то чем-то похоже на нормальные. Нет результатов аналитического уровня? Есть результаты. И это, опять же, все в той же модификации масштабируемого метода реванта векторов, которую будем с вами изучать весной. То есть на основе дважды стокастического вариационного вывода есть. Короче, что все через логер-бан, да, случается? Да. Логер-бан, то, стокастика. Логер-бан, то, стокастика. Собственно, мы сейчас с вами тоже выведем одну нижнюю границу. Но сначала давайте подумаем, а в чем вообще подвох есть? Вот у того способа. То есть вот это называется метод аппроксимации Лапласа. Когда мы пытаемся унимодальную колоколообразную функцию приближать с глаусяной путем разложения ее логарифма в точке максимума в ряд Т-лора. Очень простой метод. То есть вот самое простое, что может быть, и на практике часто работает. Но какие подводные камни здесь есть? Значит, смотрите, что произошло. у нас была какая-то функция, которую мы приблизили другой и начали пытаться у аппроксимации что-то максимизировать. Ну, интеграл, в частности, от нее. Нет большого греха в том, чтобы одну функцию приближать к другой функции. То, чем честно занимается сплошь и рядом в прикладной математике. Большой грех начинается, когда мы экстремальные задачи начинаем решать на аппроксимациях. То есть у нас была задача, допустим, мы хотели найти максимум функции f от x. Мы сказали, ой, f от x сложная, давайте мы f от x приближенно приблизим g от x и будем искать максимум g от x. Вот это вот скользкая дорожка. Это я рекомендую запомнить, потому что многие эту ошибку допускают. Одна функция может другую в целом приближать неплохо, но если здесь не точная реальность, означает, что где-то мы хорошо приближаем, где-то приближаем не очень хорошо. Ну, если только неравномерная аппроксимация. И когда мы начинаем решать экстремальные задачи, мы можем найти максимум функции g от x. Но этот максимум будет не там, где f от x большая, а там, где g от x просто плохо, f от x приближает. Понимаете? То есть, вот у нас, допустим, какая-нибудь там функция f от x. Мы взяли и так ее приблизительно приблизили функции g от x. Ну, в принципе, в большей части мест приближения неплохое. А теперь мы начинаем искать точку максимума g от x. Ну, и вот мы находим вот эту точку. Это не та точка, где f от x большая, а там, где аппроксимация плохая. Еще раз, в общем случае мы не можем гарантировать, что аппроксимация везде хорошая. Где-то лучше, где-то хуже. Как только мы начинаем вот экстремальную задачу решать, мы можем, и довольно часто оказывается, что мы находим максимум аппроксимации, которая не совпадает с максимум исхода. Значит, даже если на типичном, то есть, если мы случайно x возьмем, на случайных x у нас может быть аппроксимация хорошая. Но когда мы ищем максимум, это уже x не случайный. Это x некий специфический. Специфический, отличающий за свойства функции уже. И этот x легко может оказаться не тем, который мы хотим. Теперь внимание, вопрос. Где мы с этим сталкиваемся в машинном обучении? Постоянно. То есть, мы в машинном обучении, ну, мы в человечестве. Решая задачи машинного обучения, вот оно делает, вот мы стоим на этой скользкой дорожке. Мы пытаемся восстановить распределение какое-то, при этом может постоять неправильно модель, или импреция фактора, и модель, вот такая, в целом, как-то ее приближает, но могут быть такие как-то пики. Ну, как бы, оба ответа, в принципе, правильные, но давайте я вот так, в максимально общем виде. f от x – это точность на генеральной совокупности. Ну, x – это параметр, который я настраиваю в ходе процедуры обучения. Значит, я хочу найти такой алгоритм, который на генеральной совокупности будет лучше всего работать. Разумно? Разумно. Только вот нет у меня генеральной совокупности. У меня есть обучающий выборк. Конкретный, конечный выборк из этой генеральной совокупности. Я говорю, ну, вот давайте качество на генеральной совокупности приблизим к качеству на обучающей выборке. Можно так сделать? Можно. Это очень хорошее приближение. То есть, если мы возьмем произвольные значения x, то есть произвольные веса нашего решающего правила, и посмотрим, как данный алгоритм работает на обучающей выборке, посмотрим, как он работает на генеральной совокупности. Там будет пречащий один в один. То есть, очень будет коррелировано значение f и значение g. Но как только мы начинаем функцию g оптимизировать, то есть, начинаем искать такие иксы, которые на обучающей выборке хорошо работают, у нас тут же начинает возникать разрыв между f и g, но который может быть разной степени катастрофичности. Вводит, собственно, до фатального исхода, когда у нас на обучении все зашибись, стопроцентная точность, а на генеральной совокупности при этом случайное угадывание. Чем больше у нас пространства иксов, тем вообще больше зазор, если мы начинаем максимизировать аппроксимацию вместо максимизации частной функции. То есть, у нас некий важный момент. Еще раз. Если мы берем произвольные иксы, на них аппроксимация хорошая. Как только мы начали на x решать экстремальную задачу на аппроксимации, мы аппроксимацию максимизируем. Мы f, вообще говоря, не максимизируем. И это, собственно, бич всего машинного обучения. То, что мы знаем как коверфитинг или переобучение. Хорошо. А можно как-то с этим эффектом справиться? Чтобы мы максимизировали нашу аппроксимацию, и при этом гарантируем, что мы и функцию f тоже максимизируем. Пусть не явно, пусть не точно, но хотя бы у них не будет разрывов. Да, кстати, значит, к ширине колокол. К чему это может приводить? То есть, если мы выполняем аппроксимацию лопласса, у нас может получиться следующая штука. Что наша обоснованность выглядит, ну, я вот как-то, вот так вот. Колоколообразная, да, вроде все хорошо. В точке максимума приблизил и получил вот такую вот гаусиану. То есть, такое гипотетически возможно. Почему? Потому что я максимизирую площадь под гаусианой. То есть, если я в такую ситуацию попаду, с точки зрения алгоритма, все хорошо. У меня аппроксимация моей обоснованности большие значения имеет, хотя сама обоснованность при этом маленькая. Почему? Я нашел такие значения гиперпараметров альфа, на которых вот у меня обоснованность маленькая, но вот здесь вот она ведет себя так, что аппроксимация по методу лопласса дает большие значения. Если специально таких точек не искать, не найдешь. Но мы решаем экстремальную задачу. То есть, мы такие точки можем найти, потому что мы явно в виде пытаемся максимизировать аппроксимацию. Как можно избежать этого эффекта? Просто давайте мы перейдем не такую аппроксимацию, а подопрем снизу. То есть, будем брать функцию g, которая гарантированно меньше либо равна, чем функция f. Если так сделать, и теперь начать максимизацию функции g по x, мы будем как бы двух зайцев сразу убивать. С одной стороны, максимизируя функцию g, мы пытаемся зазор между f и g сделать поменьше, а с другой стороны, мы пытаемся еще и... То есть, если у нас нижняя граница увеличивает, значит, как бы функция f тоже в этих точках будет увеличиваться. То есть, мы и f увеличиваем, и аппроксимацию пытаемся сделать точнее. Поэтому, лайфхак, или take away message. Если у вас есть задача максимизации некоторых функций, которые вам недоступны, вы можете как-то ее аппроксимировать. Лучше аппроксимировать ее нижней границы, если мы максимизируем, ну и верхние границы, если мы минимизируем. А не просто какую-то аппроксимацию. Если забрать просто какую-то аппроксимацию, которая вот нет этого свойства, мы легко можем просто оторваться от реальности. И найти x, на котором функция g большая, но отсюда вообще не будет следовать, что функция f тоже большая. Поэтому давайте мы сейчас за оставшись время Попробуем вывести для нашей обоснованности Нижнюю границу, нижнюю оценку Она, кстати, именная Она была предложена уже в этом веке Носит название границы Джакова-Джордана Где Томми Джакова, это профессор MIT А тогда он был аспирантом А Джордан, Майкл Джордан Не путать с известным однофамильцем Это один из самых блестящих, ныне живущих ученых В области машинного обучения Такой гуру, живая легенда Который предложил много чего Например, он предложил использовать аппарат Вероятности графических моделей Которые в какой-то момент стали трендом в нулевые годы Он много где засветился в разных мелких методах Он стоял, опять же, один из тех, кто Глубины нейросети начал активно внедрять В конце нулевых годов В общем, дядька очень умный И вот Джакова у него был аспирантом Они вдвоем вывели эту границу Значит, напоминаю Наша задача Максимизировать вот такой вот интеграл Значит, давайте я сигмоидную функцию Вот так вот обозначу сейчас Где сигма от x Ну, давайте произвольно букву поставим Сигму от y Это есть единица Поделить на 1 плюс e в степени минус x То есть, вот сигмоидная функция У меня произведение таких функций Вот по таким аргументам И нормальное распределение Вот такой вот интеграл Интеграл не берется Значит, я хочу его оценить Подпереть снизу Чем-то Что я могу в явном виде посчитать И для этого давайте Значит, что нам в этом интеграле мешает? Сигмоидная 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 мешает То есть, от гаусяна проблем нету От гаусяна мы гарантированно приинтегрируем Сигмоидная мешает Давайте мы сигмоидом Попробуем заменить на что-нибудь Что мы можем приинтегрировать Ну и в частности Мы сейчас будем с вами выводить Вариационные нижние оценки Для сигмоидной функции Итак Стартуем Сигма от x Есть 1 плюс e в степени Минус x Функция выпуклая, вогнутая Никакая вогнутая Никакая Дурацкая Сигмоидная Значит, что мы умеем делать? Мы умеем Находить вариационные нижние оценки Для выпуклых функций Помните, я показывал на прошлой лекции? Сейчас функция выпуклая Семейство касательных Вот вам вариационные нижние границы Давайте мы из этой функции Попробуем сделать функцию выпуклую Будем делать это в несколько этапов Этап первый Давайте попробуем нелинейно Шкалу значений преобразовать Перейти к алгарифму Значит, алгарифм сигма от x Это есть Минус алгарифм 1 плюс e в степени минус x Это функция какая? Вогнутая То есть, если бы мы Вариационные верхние оценки бы искали Все было бы хорошо То есть, мы можем сейчас Тут рассмотреть семейство Касательных К разным точкам Это будет вариационная верхняя оценка Чему, кстати Это будет соответствовать Для исходной Сегмоидной функции Если мы ее логарифм Натемь вот касательные приближаем Убирание единички Из знаменателя Все-таки нет Я к этой единичке Прицепился просто Кажется, убирание единички Из знаменателя Тогда алгарифм приближает Своему аргументу Один плюс аргумент Экспоненты просто И получается Нормальное распределение На экспонент Зеленый И все нормально Привыкли Как будто бы Нужно просто Производить Значит, вот у нас Наша сегмоидная функция После того грифмирования Привращается вот в такую Вогнутую И мы ее здесь Прямыми линиями Возрастающими Значит, теперь Если в обратную сторону Откручиваем Чего прямые линии Соответствуют Экспонентам То есть Вот мы с вами уже Просто выполнив Один шаг Тут же научились Для сегмоидной функции Находить Вариационные Верхние оценки Вида Е в степени Вот так вот Вести себя Так вот То есть Какие-то Такие вот Экспоненты Которые гарантированы Везде Больше Чем наши сегмоиды И В одной точке Они эту сегмоиду Касаются Любую точку Могу взять На сегмоиде И в ней Подстроить Экспоненту Которая будет Выше ли бы равна Чем сегмоид Даже вот в этом Хвосте Это не то Что нам нужно Но просто Вот так Заметили Да Тут в принципе Все неплохо Хорошо Значит давайте Нас это не устраивает Нам нужна функция Выпуклая А не вогнутая Значит давайте Выполним операцию Симметризация Значит вынесем отсюда Е в степени Минус х пополам Ну собственно Давайте Запишем Логарифм Е в степени Минус х пополам И в скобках Остается Е в степени Плюс х пополам На е в степени Минус х пополам Теперь Первый множитель Можно Ну тут можно Логарифм расщепить На два И в первом У меня Логарифм С Экспонентой Взаимосократятся Получится Х пополам Минус Логарифм Е в степени Х пополам Плюс Е в степени Минус Х пополам Пока Ничего умного Не сделал Значит Ну вот эта штука У меня Линейная Линейная функция После Того Как мы возьмем Обратный Экспоненту Перейдет Что это будет Е в степени Х Е в степени Х на Гугусе Нормально Это все Проинтегрируется Поэтому Этот кусочек Меня устраивает Что делать Здесь Обратите внимание Что вот эта функция Функция четная Учетная функция По свойствам Учетная функция Могу здесь Поставить модуль Ничего не изменится А если так Значит Дальше мы рассматриваем Второе слагаемое Значит Мы заметили Что функция четная То есть Выглядит она Как-то Вот так Вот Нормально Четная Симметричная То есть Мы вот Вычли Х пополам У нас получилась Симметричная функция По-прежнему Функция Выпуклая Не вогнутая Но что важно Мы теперь можем Рассматривать На полуоси То есть Просто как Функция Модуль Х Хорошо Давайте Так и сделаем Итак Рассматриваем Второе слагаемое Логарифм Е в степени Модуль Х Пополам Плюс Е в степени Минус Модуль Х Пополам А теперь Давайте сделаем Замену переменных До сих пор Мы выполнили Преобразование Шаг 2 На шаге 1 Мы нелинейно Преобразовывали Ось значения функции Теперь мы нелинейно Преобразуем Ось аргумента функции Пусть у нас Х квадрат Равно переменной Т Тогда Модуль Х Это будет Корень из Т Тогда моя функция Превращается В функцию В вида Е в степени Корень из Т Пополам Плюс Е в степени Минус корень из Т Пополам Т принимает Положительные значения Как видно Собственно Из замены переменных Но Поскольку у меня здесь Аргументы тоже положительные То я имею право Такую замену сделать И давайте посмотрим А как эта функция выглядит Как функция от Т Удивительным образом Оказывается Значит теперь у нас Функция на полуосе Определена Что-то функция Как функция от Т Становится Вот такой А это Выпуклая функция Ну можно Собственно строго Посчитать Второй производ Но убедиться Что это так То есть мы В два шага Преобразовали Значение функции И из сигмоида Получили функцию Вогнутую Дальше Преобразовали аргумент Функции Получили функцию Выпуклую Значит мы можем Пространстве Т Построить вариационные Нижние оценки Виды касательные То есть Произвольные точки Они в произвольной точке Будут точные В остальных Они будут строго Меньше Собираем среднюю школу Как мы строим Касательные функции Производ А это дальше То есть у нас есть Функция Ф от х Я хочу построить Касательную В точке кси Ф на х Плюс а штрих Альц Кси На х Минус Ф штрих От кси На х Минус кси Плюс Ф от кси Вот это уравнение Касательной Для функции Ф в точке кси Значит давайте так и сделаем Значит нам для этого Потребуется Производно посчитать Этой функции Давайте посчитаем Значит минус алгоритм Е в степени Корень т пополам Плюс Е в степени Минус корень из т Пополам Штрих Минус остается Аргумент уходит в знаменатель В числителе Значит производная Экспоненты Это экспоненты Производная минус экспоненты Минус Е в степени Корень из т Пополам Осталось Производную корень из т Пополам Взять Значит это Одна четвертая На корень из т Там в числителе Это минус Да Так Кто-нибудь помнит Как эта штука называется Ну какие Во всем что не касается Машинного обучения Хорошо соображается Значит минус Единца Четыре На корень из т На тангенс гиперболический Корень из т Пополам Не то чтобы это Какой-то там дополнительный способ Но просто сократить запись То есть пугаться не надо Это вот такое выражение Которое легко посчитать Хорошо Значит тогда я ставлю Знак Больше либо равно И вместо Своей выпуклой функции Поставляю Касательную В точке кси Значит минус Единица На четыре Корень из кси Тангенс гиперболический Корень из кси Пополам На т Минус кси Минус Логарифм Е в степени Корень из кси Пополам Плюс Е в степени Минус корень из кси Пополам Ну собственно Вариационная оценка получена Начинаем разворачивать Возвращаться к исходным переменным То есть к переменной х Значит давайте мы Еще скажем Значит у нас Т равнялось Х квадрат Давайте мы Скажем что Кси Тогда равняется Это квадрат То есть вместо Кси мы Поставим Это квадрат Вместо Т Подставим Х квадрат И получаем Что у нас Минус Значит тогда Корень из кси Это будет Модуль Это Минус Единица на 4 Модуль Это Тангенс Гиперболический Модуль Это Пополам А тут Что у меня Остается Вместо Т минус Кси Теперь будет Х квадрат Минус Это квадрат Это первое Слагаемое Ну и второе Слагаемое Минус Логарифм Е в степени Модуль Это пополам Плюс Е в степени Минус Модуль Это Пополам А теперь Смотрите Как круто Формально У меня тут Стоят модули Это И это Квадраты Но посмотрим На Первый множитель Тангенс Гиперболический Функция какая? Нечетная Вот эта Функция какая? Нечетная Ну Тоже Нечетная Значит Произведение Двух Нечетных Функций Четная Если функция Четная То я могу Этот модуль Снять Потому что я могу Вычислить Ее для этого Отрицательных Аналогично Здесь У меня функция Четная Тоже могу Модуль снять И теперь Я получил Эту функцию Как функцию Определенную Во всех Иксах И положительных И отрицательных И во всех Это И положительных И отрицательных Что же я получил Что же я получил Что это за функция Такая Как функция Вот икса Парабола Парабола Более то Парабола Четная Но видно Что вот Икс Только здесь Входит И больше Нигде Где эта Функция Подпирает Исходную Функцию В какой Точке Или в каких Точках Точки Икс Сравняется А еще И минус Это В двух Точках Поскольку Здесь Квадратичная Функция Возвращаемся К нашей Функции Что это такое Мы научились Эту функцию Приближать Параболами Которые Сразу В двух Точках Подпирают Мне Мою Исходную Функцию То есть Уже такая Нетривиальная Получилась Граница Нижняя Уже Не касательная Тут Такой Сходы Не выведешь А вот Перейдя Касательный Выведешь Итак У нас Параболы Которые Приближают Аж В двух Точках Четно Приближают Нашу Функцию Хорошо Но Эта Функция Вот такая Кусочек Вот нашего Логарифа Сигмой Давайте Дальше Раскрутим Возвращаемся Вот к этой Функции Я теперь могу Приблизить Снизу Х Квадрат Оставляю А вместо Вот этого Кусочка Я ставлю Свою Вариационную Нижнюю Оценку Минус Единица На 4 Это Тангенс Гиперболический Это Пополам Х Квадрат Минус Это Квадрат Минус Логарифм Е в степени Минус Это Пополам Плюс Е в степени Это Пополам Пополам Тогда Сигмуидные Вот эту Вот эту Часть Получаю Сигму Вот это На Е в степени Минус Единица 4 Это Тангенс Гиперболический Это Пополам Х Квадрат Минус Это Пополам И Плюс Х Минус Это Пополам Скобку Закрыл Результат Называется JJ Баун Или Граница Джакова Джордана Вот здесь Вот Ну вот У меня Логарифм Сигмуида Есть Х Пополам Минус Логарифм Четная Функция Вот у Минус Логарифм Четная Функция И Плюс Это Пополам То Минус Это Пополам Я Объединил С Х Пополам А Плюс Это Пополам Я Занес Сюда Так, еще раз. Вы согласны, что вот это выражение, это и есть логарифм сигмоида? А, все. То есть у меня логарифм четной функции с минусом, а половинка аргумента с плюсом. Вот у меня логарифм четной функции с минусом, половинку аргумента с плюсом я беру. А минус я группирую с иксом. Вот у меня. Ну, это просто для удобства записи. Что из себя эта функция представляет как функция икса? Парабола в экспоненте. Какая? Ветви вниз. Ветви вниз. Потому что вот здесь вот у меня тангенс. Там, где тангенс гиперболический отрицательный, у меня нет отрицательного. То есть оно при зрении будет положительным. То есть у меня всегда здесь парабола рогами вниз. Ну и что же это такое? Перевернутая парабола под экспонентой. Нормальная функция? Ну, гаусяна ненормированная. То есть смотрите, как клево получилось. Мы с вами только что нашли способ, который позволяет мне сегмоидную функцию в произвольной точке подпирать снизу ненормированными гаусянами. Причем более того, гаусяна будет касаться сегмоида в двух симметричных точках. Я такое даже нарисовать не могу. То есть у меня будут семейства гаусян, все из которых строго меньше либо равны, чем моя сегмоида. И в любой произвольной точке могут быть сделаны равны. Значит, давайте это так и назовем. Ну давайте, J, J от X это. Можно кому-то показаться, что это плохое приближение. Вот сегмоида, а мы тут гаусяна приближаем. Но не забывайте, что мы имеем дело не с одной сегмоидой, а с произведением сегмоид. А произведение сегмоид, оно само ведет себя очень похоже на гаусяну. Поэтому если мы каждый множитель приблизим к гаусянкой, у нас их произведение тоже будет давать некоторую гаусяну, которая будет строго ниже, чем произведение сегмоид. Но у нас остаются вариационные параметры, которые могут позволить сделать приближение получше. Возвращаемся к моему интегралу. Ставлю знак меньше либо равно, пишу произведение. Вместо сегмоида ставлю свою вариационную аппроксимацию. Первый аргумент такой же остается. И какой-то вариационный параметр это и. То есть, если заметили, у нас здесь не одна нижняя граница, а целый континуум нижних границ, который зависит от конкретного выбора этого. Вариационный параметр. Вот я заменил произведение сегмоид на произведение нижних границ, каждый из которых имеет свой вариационный параметр. И каждый из которых имеет вид одномерной гаусяны. Вдоль этого направления. Дальше я это умножаю на нормальное распределение с нулевым отожиданием коррекционной матрицей А-1. Такой интеграл уже берется аналитически. Мы его сейчас брать не будем, но видно, что у нас здесь перевернутая парабола под экспоненты, здесь перевернутая парабола, взять можно. Вот, я получу какое-то выражение, φ, которое будет зависеть от коэффициентов α и от вектора вариационных параметров α. И теперь я вот это выражение начинаю оптимизировать по α и по α. Выражение читается аналитически, получаются явные формулы для пересчета итерационного α и для пересчета итерационного α. И вот такой подход мне гарантированно позволяет избежать опасности, связанной с решением экстремальных задач на аппроксимациях функций. То есть у меня вот это значение, оно всегда будет строго меньше либо равно, чем логарифм обоснованности. В отличие от аппроксимации в АПЛАС, где может быть разрыв от реальности, отрыв от реальности. Формулы тут, они в принципе не очень сложные. Кому интересно, можете в книжке Бишпа посмотреть. Что здесь важно? С одной стороны, у меня какая-то аппроксимация, какая-то нижняя граница, которую пытаюсь по α оптимизировать. Но с другой стороны, дополнительно появилась целая куча параметров это. Параметры это за что отвечают? В каком месте я вот эту свою сигму буду как можно лучше приближать? Когда это важно? Ну, опять же, я нарисую в одномерном пространстве, поскольку у меня большей размерности нет в распоряжении, но надеюсь, что понятно будет. То есть вот, допустим, у меня какая-то конкретная сигмуэда, отдельно взятая, которую мне нужно выбрать для этой сигмуэды параметры это, которые покажут, в каком месте я буду хорошо эту сигмуэду приближать к гаусяной. И, допустим, я знаю, что у меня произведение всех остальных сигмуэд, оно вот дало где-то вот здесь вот какую-то колоколообразную функцию. Тогда мне разумно мою текущую сигмуэду приблизить не здесь, не здесь, не здесь, а вот здесь вот. Там, где остальная масса моего интеграла будет жить. То есть тогда я выбираю точку отсюда, вот так вот, и какой-то вот такой вот гаусяной приближаю. Тогда у меня в этой области как раз будет то, что нужно. То есть у меня здесь будет хорошая аппроксимация на мою сигмуэду. А вот эти участки, они никакого вклада в интеграл не дадут, потому что мы нашу сигмуэду умножаем еще на произведение других, да еще на нормальное распределение, и у остальных множество здесь значений будет близких к нулю. Поэтому эти участки в интеграл не войдут. То есть мне нужно мою сигмуэду, каждую отдельную сигмуэду приблизить локально. И за ту точку, в которой мне нужно, собственно, сигмуэду приблизить, отвечают как раз параметры это. Их n штук по количеству объектов обучающей уреки. Чем больше вариационных параметров, тем вообще, говорит, точнее моя аппроксимация. Поэтому, в принципе, это выражение, ну, достаточно точное. И, что немаловажно, это математически корректная процедура. Но на практике так обычно не делают. На практике обычно работают с аппроксимацией лопласса, поскольку она дает вычислительно несколько быстрее, потому что... Хотя, ладно, насчет вычислительно говорить не буду. Там параметров столько же, потому что там вместо et у нас WMP возникает, который нужно находить на каждой итерации. Ну, скажем так, алгоритмически проще процедура, и, по сути, если бы она работает, то в ней обычно ограничивается. Но корректнее процедура вот эта. Для чего я вам рассказал? Как пример того, как можно строить вариационные нижние оценки. У вас есть произвольная функция. Вы пытаетесь ее разными нелинейными преобразованиями свести к функции выпуклой. Если вам это удалось, все, вы тут же получили возможность вариационную нижнюю оценку построить. Разумеется, конкретно в этом случае непроизвольные были нелинейные преобразования, поскольку авторы, когда-то они искали эту JJ-оценку, они, естественно, все время в голове держали, что нам нужно после... То есть нелинейно так преобразовать, что вот в итоге получить семейство касательно, но так, чтобы, когда мы открутим назад все, в исходную шкалу, мы должны будем получить что-то, что будет интегрироваться. Нам бессмысленно было бы, если бы мы здесь сегмоидную функцию приблизили бы к какими-то вариационными нижними оценками, от которых интеграл бы не брался. Ну, глупо. Вы же его на мыло заменили. У нас здесь не просто какие-то вариационные оценки, а у нас здесь получились перевернутые параллелы под экспоненты, то есть которые вкупе с этой гаусяной дают что-то аналитически интегрируемое. То есть это тоже нужно в голове держать. То есть когда мы пытаемся нашу функцию какой-то вариационной оценкой приблизить, то есть для чего мы это делаем. И с учетом этого, соответственно, искать, преобразовать. Тем не менее, мне кажется, прием очень интересный и имеет смысл так вот его немножечко отрефлексировать. Есть ли вопросы? Супер! Тогда семинар.